Во времена моей молодости в Петербурге была популярна следующая разводка. На небезызвестной Думской улице и ее окрестностях по ночам ходили бордачи и высматривали подвыпивших товарищей. Выбрав жертву, они подходили примерно вот с таким текстом. «Ох, какой здоровый ты! Дай, попробую подниму!» И некоторые с пьяну соглашались. Тогда его поднимали вот так вот, а когда опускали назад на землю, в карманах у жертвы уже не было, например, мобильника, наличных, паспорта и даже ключей от квартиры. Ювелирная работа. Меня так, кстати, не обносили, хоть и не раз предлагали, но я лично знаю тех, кто попался. И вот с тех пор прошло, страшно сказать, почти 20 лет. Поднимальщиков давно, к счастью, нет. Но вот этот товарищ решил тоже нажиться на выпивших петербуржцах и гостях северной столицы. Но его схема была куда сложнее. За что задержан, знаешь? Нет, совсем. Совсем. Все, лежай. Задержан он за то, что завладел ни много ни мало двумя миллионами рублей подвыпивших граждан. В чем же заключалась его схема? А он тоже колесил по ночному Петербургу, только не пешком, а на машине в поисках пьяных-одиночек. Выбрав жертву, он предлагал подвезти. Не бесплатно, конечно, но дешевле, чем, например, у Яндекса. Лицо подбирало в состоянии сильного алкогольного опьянения граждан. Всяческими методами предпринимало попытки для того, чтобы они уснули. Вот тут, конечно, не очень понятно, как он их усыплял. Может, пел колыбельную или угощал выпивкой. Но так или иначе он смог усыпить у себя в машине как минимум пятерых. Да, тут важный момент. До того, как убаюкать жертву, он еще каким-то образом узнавал пароль от телефона. Ну, или, возможно, прикладывал потом палец спящего. В процессе поездки водитель такси подглядывал пин-код от мобильного телефона. После того, как он убедился, что может вскрыть мобильное устройство, он высаживал пассажира. При этом совершал у него тайное хищение от самого мобильного устройства. Далее, зная пин-код от мобильного телефона, он открывал мобильное устройство и попадал в мобильные банки. Схема очень непростая, но, как я уже говорил, провернул он ее как минимум пять раз. В общей сложности переведя со счетов жертв как минимум два миллиона рублей. С телефонами дальше что делал? С телефонами что делал? Деньги с ним. С банком? С мобильного приложения. С переводом? Переводил на свои счета? Да. А, кстати, он еще менял постоянно машины, чтобы его было сложнее найти. То есть каждый раз, когда вечером он отправлялся на охоту за пьяными, он брал новое авто в аренду. Но это ему не помогло. Спустя три месяца его все равно вычислили и задержали. Выражая благодарность сотрудникам полиции за задержание преступника, совершившего...